Привет, друзья! Сегодня у нас очень актуальная тема. Мы учимся красить яйца к Пасхе. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь, если вам, конечно, понравится мое видео. Первый вопрос. Мыть или не мыть яйца? Конечно, мыть. На литр воды холодной берем 2 столовых ложки соды и купаем эти яйца минут 10-15 для того, чтобы обеззаразить и, конечно, для того, чтобы наша краска пасхальная лучше легла на яйцо. Второй вопрос. Как сварить яйца, чтобы они не треснули? Мы берем яйца комнатной температуры и погружаем их в холодную воду. После закипания яйцо стандартного размера варится 7-8 минут. Моя бабушка красила яйца по 20-30 минут. Это известный способ, но яйца получались внутри с сине-зеленым желточком, хотя, конечно, внешне они получались очень красивые и насыщенные. Сегодня я вам предлагаю окрасить яйца тоже натуральными красителями, но немного другим способом, чтобы желточек у нас получился желтенький, красивый, а белок плотный и не был резиновым. При этом яйца не должны еще и треснуть. Третий момент. Как узнать, яйца свежие у нас или нет? Мы берем яйцо и погружаем его в холодную воду и наблюдаем, как оно себя ведет. Мы видим, что яйцо почти встает вертикально. Это значит яйцо где-то порядка 10-12 дней. Если яйцо у вас полностью ложится на дно, яйцо, значит, это яйцо прямо свежее-свежее до недели. А если у вас яйцо полностью всплыло и плавает на поверхности, то такое яйцо можете даже не разбивать, а сразу выкидывать, потому что, скорее всего, это яйцо уже испорченное внутри и ему уже больше месяца. Моем яйца, проверяем их свежесть и приступаем к окрашиванию. Для покраски яиц я сегодня использую натуральные красители. Это каркаде, луковую шелуху и куркуму. Нам нужно заранее приготовить раствор каркаде. На литр воды мы берем 50 грамм сухих листьев каркаде. Заливаем их водой и варим на плите где-то порядка 15 минут. Затем, это обязательно, мы остужаем наш раствор, чтобы жидкость была холодная. И после этого только погружаем в этот раствор наши яйца. Это главный момент, чтобы яйца наши не треснули. Аккуратно погружаем наши яйца в раствор, чтобы раствор полностью их покрывал. Но это будут яйца обычные, ровные, ровные по цвету. Чтобы сделать еще более их нарядными, я сейчас вам покажу способ мраморности яиц. Мы берем либо марлю, либо нейлоновую ткань, либо даже можно использовать какие-то ненужные колготки. Извините за подробность. Нам нужно положить кусочек этой ткани наверх. Мы будем использовать для мраморности луковую шелуху. Для этого нам нужно будет ее измельчить. Чем мельче вы порежете луковую шелуху, тем более будет насыщенная мраморность. И конечно бумагу. Обычную бумагу мы это все делаем мелко. Нарезаем, измельчаем ножницами и луковую шелуху тоже. Теперь берем яйцо, смачиваем его в холодной воде, чтобы у нас лучше прилипла шелуха и бумажки. На серединку ткани мы укладываем кусочки нарезки нашей и влажное яйцо, которое очень хорошо уже имеет вот такой вид. Мы его выкладываем в серединку. И тут, друзья, очень важно, чтобы ткань наша очень плотно прилегала к яйцу. Мы вот так вот скручиваем. Ну и нужно закрепить либо веревочкой, либо резиночкой. Вот в обязательном порядке мы вот таким вот образом оформляем наше яйцо. Вот я уже подготовила заранее, чтобы получились у нас вот такие вот мраморные яйца. И мы их тоже опускаем в наш раствор. Хочу показать вам еще один способ красивого яйца. Мы также берем нейлоновую сеточку, либо марлю. Берем яйцо, также его смачиваем в воде. Листик петрушки, можно взять цветочек какой-то. Это все зависит от вашего желания. И эту веточку, как наклеиваем на яйцо, она очень хорошо ложится. Вот такая вот петрушечка, она очень хорошо прилипает к яйцу. Мы вниз листиком укладываем на ткань. С другой стороны мы можем положить еще один листик, красиво расправив художественно, да, чтобы у нас получалось очень красиво и аккуратно. В этом случае мы ткань тоже должны плотно-плотно натянуть. Но имейте в виду, что яйца у нас сырые, и надо работать очень-очень аккуратно. Вот мы закрепили. Еще одно яйцо у меня уже было заранее подготовлено. Мы опускаем в раствор. Очень важный момент. Яйца должны полностью быть погружены в раствор. Если немного не хватает, то можно добавить еще водички. В подготовленный раствор каркаде сформированные красивые мраморные яйца и яйца с листиками мы погрузили. Теперь нам обязательно нужно добавить столовую ложку соли, чтобы наша скорлупа у яиц была более плотной и не треснула. И также мы для интенсивного цвета добавляем где-то тоже столовую ложку уксуса. Ну и ставим варить на плиту. Мы варим после закипания 7-8 минут. Еще один способ покраски. Вариант немного проще. Мы берем просто холодную воду. Где-то на пол-литра воды мы берем 2 больших столовых ложки куркумы. Аккуратненько размешиваем. То же условие. Столовая ложка соли, чтобы яйца наши не треснули. И, конечно, уксус. Теперь погружаем наши яйца в раствор, чтобы они тоже полностью были прикрыты. Покрасим и обычные яйца. Посмотрим, какой цвет получится. И также ставим на плиту. Ждем закипания и варим 7-8 минут. Мои яйца, вернее, куриные яйца варились 7 минут. Я их оставила остывать в этом же растворе, чтобы краска на скорлупе получилась более интенсивная. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Но еще такой секрет. Чтобы яйца получились глянцевые, более нарядные, их хорошо очень смазать растительным маслом. Ну, яйца, которые красились в каркаде, они получились такими серо-голубыми. Очень интересный цвет, необыкновенный. Как будто они из какого-то камня сделаны. Но очень получился цвет нарядный. Сейчас при помощи ножниц разрежем ткань и посмотрим, какая получилась мраморность у нашего яйца, которое окрашивалось в растворе каркаде. Но при этом мы еще использовали нарезанную луковую шелуху. И получается очень нарядное яйцо. Оно зависит именно, как природа сыграет, как разложит эти краски. Такое яйцо и получится. Теперь давайте разрежем яйцо, которое было завернуто с листиками петрушки. Посмотрите, прямо листик получился прямо очень ярко выраженный. Влажное яйцо мы обваляли в мелко нарезанной шелухе от лука. Добавили туда мелко нарезанные бумажки и отварили яйцо в каркаде. И получается такой идеальный, прям мраморный рисунок. Очень красивый, очень нарядный у яйца. Масло можно не жалеть. Оно само по себе впитается. Но кусочки шелухи, конечно, надо аккуратненько все снять, очистить. Прямо получается такое географическое яйцо. Как прямо география какая-то на яйце. Очень красиво. Теперь давайте посмотрим, какой цвет нам дала каркума. Вижу, что ткань куркумой окрасилась идеально. А шелуха луковая осталась на яйце. Но сама каркума, может быть, была не очень хорошего качества. Поэтому интенсивного цвета не получилось. Но мраморный эффект у нас достигнут на яйце. Ну что, наши пасхальные яйца готовы. Давайте посмотрим, какой у нас желточек получился. У нас получился идеальный желток и идеальный белок. Если бы мы варили яйца больше, чем 15 минут, то желточек был бы в ореоле точно серо-зеленый. Ну что, друзья, мы покрасили сегодня яйца натуральными красителями. Достигли даже мраморного эффекта и получили прям очень оригинальные красивые яйца. При этом у нас желток остался красивым, белок по текстуре отличным. В общем, мы сегодня получили нужный результат. Не забывайте подписываться на наши видео, нажимать колокольчик. И до новых встреч! Счастливой Пасхи!